Всем привет, с вами канал Будды Гришна. Не могу пройти мимо этой новости. Мы с вами говорили о Чулпанхаматовой. Это действительно прям как гром среди ясного неба, ее признание. И это интервью с Кажи Гордеевой. Я уже говорил о том, что это какой-то дешевый театральный спектакль нам устроили. Значит, потому что это Гордеева там слезу пускает где надо. А я даю Чулпанхаматова. Кстати, я сразу скажу, я абсолютно честно говорю, я ей симпатизировал, как актриса, она мне очень нравилась. Многим нет, но вот мне нравилось. И я был шокирован ее заявлениями, особенно когда она начала пургу нести вот это, что у нее там денег нет, что на 3-4 месяца запас, что работы нет, что ничего нет, того нет, всего нет, на такси сбрасывались. Ну это же просто пурга натуральная. Я вот снимал об этом видео уже, но я сегодня вот только что прочитал новость, друзья. Кстати, она о работе тоже говорила. И я в своем видео сказал, что да, она не останется без работы. Там уже афиши расклеены по Европе, писали мне подписчики, и что землю она купила в очень престижном районе, и дом в престижном районе. Значит, бежавшая из России Чулпанхаматова, пишут, быстро нашла работу в Латвии. Глава Нового Рижского театра, Нового Рижского театра, Алвис Херманис, взяла актрису к себе, Херманис. Она будет работать и играть у нас, говорит Херманис. Сначала на своем родном языке, поведал режиссер. Вот, пожалуйста, все. Вот вы знаете меня, что шокирует? Вот не то, что она приехала, нашла работу. Я в коем случае не буду, знаете, там, следить за каждым шагом Чулпанхаматовой и думать о том, что... И говорить о том, что вот она здесь работу нашла, здесь она то сделала. Нашла и шут с ней. Вопрос в другом. Представляете, как можно вот в одночасье взять и растоптать все, что называется, вот что связано с родиной. То есть она уехала, у нее там жилье, она устроилась на работу в театр. Все, фактически ее с Россией не связывать ничего. Ну, фонд вот этот связывает, который они пытались отмазать в интервью, как мне кажется, для того, чтобы люди не переставали донатить. Это понятно. Но, вы понимаете, мне просто вот как-то непонятно. Я не могу этого вот просто осмыслить. Как так можно? Вот ты живешь в России, да, это твоя родина. Причем она, по-моему, даже выступала там за какие-то проекты, связанные с властью, да, там. Ну, играешь в фильмах, снимаешься в фильмах, точнее, играешь в театре и так далее. Получаешь хорошие деньги. Все это время не замечаешь, как бомбят детей Донбасса. Абсолютно тебе на это как-то плевать хотелось. Ты никуда не уезжаешь, никаких заявлений не делаешь по этому поводу, да. Живешь и живешь себе спокойно, покупаешь в хорошем месте землю, строишь дом, там, сельский домик, как она сказала. Ну, у каждого, наверное, свое понимание, не знаю, может, она ориентируется на какие-то дома Абрамовича. Вот, и, хотя Абрамович сейчас тоже, в общем-то. И поэтому, и потом в одночасье ты просто берешь, уезжаешь. Причем, вы понимаете, когда, еще раз повторюсь, вот повторюсь, но скажу, когда говорят, что, и она говорит, что вот созрела, она уехала, там, и так далее. Вы понимаете? Если бы созрела, вот она играла доктора Лизу, если бы созрела, во-первых, она бы помогала, спасала, таскалась, как вот она помогает фондам. Но самое главное, что она бы просто-напросто за эти 8 лет бы, значит, ну, просто хотя бы увидела, что происходит на Донбассе, и уже давно бы это сделала. Нет, она это сделала, когда она заработала. А теперь, вы понимаете, возможные санкции, возможные какие-то вещи, связанные с тем, что она же вложила деньги, а теперь ему... Это мое мнение, если, опять-таки, я не утверждаю, что это так, да? Пропадет дом, пропадет земля и так далее. И она выбирает, где лучше, где, как. И она понимает, что для детей лучше ей жить, а не, в Европе и дальше. Но это, вы понимаете, это же ведь родина не там, где попа в тепле. Понимаете? Бывает, что сложно на родине, бывают разные времена. Но люди почему не уезжают? Потому что их сердце бьется в лесон сердцем той земли, на которой они живут. Россия, они не могут без этого. Многие уезжали, и спустя годы говорили, что их единственная мечта оказаться в поле среди берез и почувствовать этот русский дух того, что и в России. Понимаете? Там люди никому не нужны. Поэтому, чё, панхамата, вот я что хотел сказать вот нам, видим? Лживость этого интервью, скажи, Гордеевой. А то, что лживость этой интересной точки зрения доказывает то, что она так быстро устроилась на работу. Потому что там она сидит, ну, просто гол как сокол. Понимаете? На то, что она здесь играла, зарабатывала, пока было время хорошее, тёплое, спокойное. Как начались какие-то моменты. Детей Донбасса бомбили, её это вообще никак не волновало. Как начались моменты, связанные с тем, что, возможно, что-то произойдёт с недвижкой. Всё. Она выбрала, где лучше, и уехала. Вот я не понимаю, как у людей... Просто меня это удивляет. Может быть, кого-то не удивляет, меня удивляет. Как у людей, вот механизм работает настолько, да, ну, быстро, вот как тумблер, что можно взять, это сделать. Я не знаю. Это просто вот, понимаете, конечно, я понимаю, что, может быть, она готовилась давно, и что она давно покупала землю, имела какие-то мысли, что, может быть, она в старости переедет, когда перестанет работать в театре и так далее. Здесь обстоятельства. То есть, она уже психологически была к этому готова. Но сколько там в этом интервью, вот этих вот разговоров о том, что нет денег, о том, что там люди сбрасывались на такси. Я сразу сказал, да, она найдёт там работу. Вот что она... Она у неё спрашивает, сколько ты сможешь без работы? Ну, сколько денег хватит? На три, на четыре месяца. Чуть вместе не заплакали. Вы понимаете, в чём дело? На три, на четыре месяца. Ну, зачем толкать вот этот дешёвый спектакль для того, чтобы люди не отворачивались от фонда и продолжали донатить? Да, насколько я, мне известно, я прочитал в источниках в интернете, фонд был вообще создан под эгидой президента Российской Федерации Владимира Путина. И на секундочку, вот как сейчас она это вот делает? Ну, это просто фантастика, вот, просто фантастика. И я хочу сказать, что... Я думаю, что многие, многие это делают. И многие уезжают, не будучи известными людьми, да? Выбирают, так скажем, место, где им лучше, где попа теплее, попе теплее. Но я вам хочу сказать, что эти люди прибегут обязательно. И та же Чулпан Хаматова, она уже уезжала. Она очень вообще эмоциональный такой человек, она может какие-то порывы, ну, и актёры, и актрисы. Но почему-то у меня есть такое стойкое впечатление, что родная земля, и потихоньку нарывающий по вечерам перед сном стыд за собственные действия, и желание увидеть родные берёзки, и понимание того, что твои соотечественники видят в тебе, ну, извините уж, предателя, всё-таки вынудят её приехать, и когда всё уляжется, опять начать говорить у той же Гордеевой, как ей тяжело было без Родины. А вот уж принимать её или нет, это уж вам решать. Но моё мнение, что это обязательно случится. Друзья, с вами был Будда Гришна, напоминаю, что подписывайтесь на канал, кому интересно, напоминаю, что YouTube отключил монетизацию, не монетизацию, а рекламу на территории России, поэтому канал Проект Будда Гришна существует исключительно благодаря вашей поддержке, помощи, я огромное выражаю благодарности тем, кто её уже оказывает. Если вам нравятся выпуски, вы хотите их дальше продолжать смотреть, то вы также можете оказать помощь. Ссылочка в закреплённом комментарии в описании к видео. В описании к видео также ссылка на лучший телеграм-канал. Будда Гришна новости, новости свежие, оперативные, своими комментариями и ссылка на группу ВКонтакте. Друзья, всем пока, успехов вам, до встречи.